Добрый день! Сегодня я буду готовить карельские ржаные пирожки с картофельной начинкой. И для начала я поставлю отвариваться килограмм очищенного картофеля. И пока картошка варится, можно заняться тестом. Для теста возьмем 2 стакана ржаной муки и 1 стакан обычной пшеничной муки, 1 яйцо, пол чайной ложечки соли и стакан молока. Я сначала волью не весь, начну замешивать тесто и если будет недостаточно, то долью уже до конца. Молока у меня ушло целый стакан. Получилось вот такое плотное тесто. По консистенции оно похоже на пластилин. Сейчас я его слегка обсыплю мукой. Накрою пакетиком, так чтобы не попадал воздух. И отставлю тесто в стороночку на несколько часов, чтобы клейковина в муке разошлась. В 100 миллилитров молока я добавлю 100 грамм сливочного масла. И все это поставлю в микроволновку на средний режим, чтобы масло растопилось и молоко согрелось. С картошки я слила воду и теперь мне надо сделать пюре. Волью горячее молоко с маслом. Масло немножко не растаяло, но это ничего страшного. Сейчас оно растает в процессе приготовления пюре. И начинка для пирожков готова. И надо ее охладить. Тесто достаточно отлежалось и можно его уже разделывать на небольшие порции. И каждый такой кусочек теста надо раскатать в лепешку. На середину лепешечки выкладываем начинку. По весу примерно столько же, сколько и тесто. И защипываем краешки в виде ватрушки. Все пирожки я максимально уместила на один противень, потому что они не раздуваются и не слипнутся между собой. А мне не хотелось возиться и печь за два раза. И теперь мне надо эти пирожки смазать смесью сметаны и яйца. Здесь у меня взбита ложка сметаны и одно яйцо. И я этой смесью смазываю пирожки. И можно ставить выпекать. Я поставлю при температуре 200 градусов до готовности. А вы смотрите сами по своей духовке. У меня она не очень хорошо нагревается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!